Терпение и труд все перетрут. Если вообще брать все мои проекты, у меня, наверное, не было такого, что что-то прямо так выстреливало. Я просто смотрю, кто-то просыпается знаменитым. У меня такого не было ни разу в жизни. Просто методично много-много-много лет ты пишешь, делаешь, и рано или поздно ты добиваешься успеха. Это был, по-моему, шестой или седьмой класс. И мы с моим одноклассником, это Нариман Намазов, он сегодня... В интернете он известен как владелец двача, вы знаете, двача из сайта. У нас там был еще третий стас, и мы втроем решили делать фирму, которая будет заниматься ремонтом компьютеров. А у Наримана, поскольку я был такой более творческий, а Нариман был всегда такой заумный. У нас он такой технический был очень хорошо подкован. И третий наш партнер, у него были богатые родители. Он должен был найти деньги, он должен был привлечь нашу компанию инвестиций. И вот мы были уже готовы к первому раунду. Конечно, конечно, у нас все было готово. Мы такие, сколько нам было, лет по 12-11, такие вот школьники. И мы презентовали нашему единственному инвестору. У Стаса родители занимались сигаретами, по нашим меркам. В общем, смотрите, когда все на день рождения приносили конфеты «Красный октябрь», он приносил иностранные жвачки, угощал детей. В общем, папа Стаса не дал нам денег, и это первый наш бизнес. Мы были единственными, кто занимался компьютерной графикой. Ну, такого уровня, да, кто-то еще занимался, но, насколько я знаю, из компании мы были единственными, с кем можно было заключить договоры, кого было ООО, то есть, потому что все, кто занимался компьютерной графикой, это были такие мелкие, разрозненные, ну, то есть, какие-то как фрилансеры. И если ты крупная компания, у тебя просто не было выбора. Поэтому мы были тогда одни на рынке, мы были первыми, самыми крупными. То есть, это так, мне нечего здесь стесняться. Ну, просто кроме нас никто не мог ничего делать. То есть, к нам обращались вообще все. Мы рисовали там для всех, там, Найт Фрэнк, там, Билайн. Да нет, слушайте, все, кто что-то делал, продавал, как-то визуализировал, или кому что-то было нужно, они все приходили к нам. Я помню, что я себе купил машину. Я начал покупать машины каждый год, я купил себе квартиру. Да, да, в Москве, в Москве, купил квартиру. Купил себе машину, да, в 22 года, купил себе Lexus GS300. Я ездил там на Lexus, я родителям помог купить там машину. Ну, то есть, да, у меня деньги были, но, опять же, это не какие-то астрономические деньги. Ну, наверное, 1300 в месяц. Мы сократились, мы уволили почти всех, мы бежали из офиса. Это было очень смешно, да, мне до сих пор перед Софьей Троценко стыдно. Но у него нет ко мне претензий, мы с ним уже друзья. Мне просто подарили фотоаппарат. Это было, мне на день рождения как раз вот мои партнеры по бизнесу, они подарили фотоаппарат. Ну, я увлекся фотографией, я начал что-то снимать. Потом, собственно, я завел блог, начал это дело вести. И вот, да, да, и у меня немножко сменились вообще мои интересы, я ушел уже из компьютерной графики. Потому что кроме ЖЭТа, опять же, ничего не было. То есть, был 2006 год, я не помню, были там в Facebook еще что-то. Ну, они точно не воспринимались как какие-то платформы, где можно вести блог. А я начал путешествовать, опять же, то есть, у меня высвободилось там время, у меня появились деньги. Я начал путешествовать и начал выкладывать какие-то отчеты. И потом просто понял, что я трачу очень много времени на то, что каждый раз одно и то же рассказываю там родственникам, друзьям, родителям. И я думаю, так, надо где-то все это дело публиковать и потом просто людям рассылать ссылку. Ну, собственно, я в Яндексе тогда набрал, то есть, самая популярная площадка для ведения блога, там выставит ЖЖ. Я завел там свой блог и как-то втянулся, то есть, мне понравилось, что еще какие-то люди за этим следят, что кто-то комментирует. Там началась какая-то такая тусовка своя, ЖЖ-шная. Там носик был Рустем Мадагамов, Артема Лебедев. Я снимал все интересное, живое, что тогда происходило. А живое тогда было какие-то, ну, у коммунистов были какие-то движухи, у нацболов были какие-то движухи. Ну и, собственно, эти марши несогласных и все остальное. При этом я не могу сказать, что я разделял их взгляды. Ну, то есть, я не разделяю взгляды нацболов, потому что я их классовый враг. Но я там все акции нацболов я снимал, освещал. То есть, мне просто хотелось об этом разобраться, посмотреть, как все это дело устроено. И я вот очень быстро в это все дело втянулся и начал снимать вот все эти уличные активности, все акции. То есть, в какой-то момент я стал главным репортером, потому что я все это показывал. Я сидел в Твиттере, и в Омске, поскольку там проходили выборы мэра, и они выбирали там какие-то гражданские активисты, они решили сделать себе гражданского кандидата. И мне там какой-то человек пишет, слушай, нам надо как-то привлечь внимание, ты не мог бы просто, ну, как-то поучаствовать в наших праймерис гражданского кандидата? Я так посмотрел, ну, забавно было, да, там, ха-ха, хи-хи, ну, давайте. Вот, и окей, они такие, вот, Варлам в праймерис гражданского кандидата в выбор мэра Омск, там, начался суетиться, там, какие-то еще другие кандидаты, ну, и все забили. И проходит какое-то количество времени, пишут, слушай, а ты выиграл, а я ничего не делал. Я в оппозиции к действующей власти. Ну, и, в принципе, всегда, ну, всегда там так или иначе к ней был. Я поехал по Африке, у нас была автомобильная экспедиция, и там я познакомился с Александром, Александром Колесников, он был, ну, просто читал мой блог, и он хорошо знал французский. И он уж любил велосипеды, и как бы в этом путешествии, он говорит, слушай, мы там вот обсуждаем, а давай будем возить велосипеды. Велосипеды Peugeot. Когда люди приезжали за наши велосипеды, которые там стоят 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, 300 тысяч рублей, они такие, охренеть, да, это же Peugeot. Когда ты продаёшь велосипеды, у тебя есть магазин, ну, то тебе нужно что-то продавать зимой. Обычно все продают велосипеды, а зимой продают лыжи и сноуборды. Мне как-то не хотелось продать лыжи и сноуборды, это совсем какое-то, ну, не моё, да. То есть, велосипеды мне нравятся, поскольку там это урбанистика, я сам езжу на велосипеде, и у меня дождь метров, кайф. А ёлки, это... А лыжи, сноуборд, это вообще фигня. Знаете, что продавать, и они думают, слушай, а давай ёлки продавать, как бы мы так решили, давай пробуем. Я вам по секрету скажу, это off the record, ёлки продавать выгоднее, чем героин. Я, конечно, героин не продавал, но маржа там просто гигантская. Это, извините, off the record, ваша натуральная форма была у вас? Да, да. Просто, если короткая фишка... Потом я начал пить, вести социальный образ жизни, и... Да, и всё, вот видите, всё пошло... Ну, вам не понравилось. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok